Девушки отдыхают 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 привожу слова, которые произнес этот Косгреф. И что, Бирн читает, а вы помните, что он Косгрефу написал? Такой шкалярской латыни, свои похождения в этом латинском квартале, вот с этими дамочками, проститутками, женщинами легкого поведения и прочее. Такая была латинская эпистола, как они говорили. И там такие детали, такие нюансы были, и там Бирн упоминался в этих вот, что, дескать, и когда-то и в Дублине, мол, с Бирном они занимались аналогичными вещами, то есть дискредитация какая-то. И как вообще Джойс мог доверить все это Косгрефу, когда Бирн ему объяснял, говорил неоднократно, что тот, болтун, не умеет хранить секретов. И все это невероятно Бирна обидела, и он, значит, берет эту свою открытку, отдает ее Косгрефу и говорит, ну тогда пусть у тебя будет и это. То есть отдает свою, не хочет, чтобы у него она оставалась. Ну, и это еще не конец истории. Этот Косгреф, ну, я уже сказал, и все это знали, и Джеймс это знал, и Бирн это знал. Он все должен был раструбить, рассказать, кому не попыть. И вот он встречает Станислава. Станиславуса. Так, наверное, правильнее, но нам на наше ухо удобнее произносить Станислав. Это брат Джеймса Джойса, я его буду называть Станиславом, хотя в книжках обычно пишут все-таки Станиславус. И он встречает на улице этого Станислава и отдает ему открытку Бирна, потому что, а зачем мне две, говорит он. То есть отдает Станиславу открытку со стихотворением, а себе оставляет, значит, вот с похождениями в латинском квартале. И, что любопытно, у Джойса ничто не пропадает. Каждая деталь, каждый нюанс, каждое событие в его жизни потом найдет отражение в его книгах. И вот этот вот эпизод, а после этого эпизода Бирн рассорился с Джеймсом, так вот этот эпизод найдет свое отражение, воплощение в герое Стивене. Итак, в путь, пора уходить. Чей-то голос тихо зазвучал в одиноком сердце Стивена, повелевая ему уйти, внушая, что их дружбе пришел конец. Да, он уйдет, он не может ни с кем бороться, он знает свой удел. То есть вот конец пришел. И дальше Джеймс в других своих произведениях это так или иначе проговаривает, что это событие ускорило развязку. То есть дружба, как потом скажет Джеймс, уже умирала. И вот после этого события произошло то, что произошло. И больше в течение вот этих дублинских своих каникул Джойс с Бирном не виделись. То есть все, Бирн от него отвернулся. А вот что касается Косгрейфа, то он еще войдет в жизнь Джеймса. Но войдет совершенно в другой ситуации, и произойдет это даже не второй, а в третий приезд Джойса в Дублин. И я поэтому сейчас не хочу затрагивать этот эпизод. Но эпизод, поверьте, будет очень и очень важен. Ну, кроме истории с открытками, имело место еще одно событие. Джеймс пытается пробить свои стихи, занимается этим, но прока в этом мало. И он, в общем-то, в основном проводит время в национальной библиотеке. Вот ее фотография. Вы видите на моей доске Дублинская национальная библиотека. И там вот он читает. Он с детства, ну, невероятно много читал, и поэтому тут можно перечислять, я сейчас не буду углубляться, что именно. В общем, проводит время там, большую часть времени. И там, в этой библиотеке, он речает молодого человека, который стоит у стойки, ожидает заказ, когда ему принесут заказанную книгу, и начинается какой-то разговор, и разговор сходит на Уильяма Баттлера Йеттса. Ну, Йеттс в те времена уже знаменитый, популярный в Ирландии поэт, и, значит, с этим человеком Джеймс начинает обмениваться своими мнениями. Короче, разговор развивается. Молодой человек, понравился Джеймс, он был красив, спортивен, цветущий. И еще одна деталь, явно не беден, чего о Джойсе, как вы знаете, сказать нельзя. И этот человек, в конце концов, представился, он сказал, что зовут его Оливер Гагарти, и добавил, что он собирается получать диплом в Оксфорде. То есть, сразу похвалился. Ну, Джеймс сообщил, что он в Париже будет получать диплом. То есть, вот такой разговор. Об этом Оливере Гагарти я уже как-то немножко рассказывал. Так вот, именно в этот момент он появляется, входит в жизнь Джеймса Джойса. И съедся они переходят на другие темы. И тут очень и очень понравилось Джеймсу, что Когарти был буквально, ну, помешан на непристойностях. У Джеймса тоже это было. Он любил сочинять такие стишки про кого угодно. И потом я вам обязательно приведу такие стишки. Эти стишки попадут потом и в Уллис, и попадут в другие произведения. Так вот, Косгрейф, которому было послана та вот фотография с приключениями в латинском квартале, он тоже любил сочинять всякого рода непристойности. Но он не был талантлив. А вот Гагарти делал это талантливо, действительно. И чтобы просто кое-что вам напомнить, я же уже сказал, что я уже рассказывал немножко о нем, то, вы помните, я приводил стишок, который этот самый Оливер сочинил о Джеймсе. «Юный Джойс очень набожен был, он прислуживать в церкви любил, он во всех бардаках пел псалмы, как монах, и со шлюхами в рай восходил». Ну, тогда я это привел, а сейчас я повторяю этот стишок. Но этот стишок, ну, обидел, естественно, Джеймса, но этот стишок появится позже. А привожу я его просто для иллюстрации, как Оливер это делал. И вот, когда они поговорили о Баттлере и Етси, то они начали читать друг другу стихи, свои стихи. Оливер свои, а Джойс свои. Так вот, Оливеру очень понравились стихи Джеймса. Ну, а что касается Джеймса, то он отнесся к ним, так сказать, более скептически к тому, что делал Гагарти. Хотя, как я уже сказал, и сам Джеймс это говорил, что, конечно, он был талантливым человеком, чего не отнимешь, того не отнимешь. Но эти вот скобрезности, эти вот непристойности, и этих непристойностей, скобрезностей Джеймс от него наслушается массу от Гагарти. И, например, вот три из них. «Квартира хозяин, неси-ка вина». «Медик дик» и «Медик дэви». Или еще «Шимбат мореход» и «Розали шлюха из угольной гавани». Это вот песенки, которые сочинял этот Гагарти. И потом Джойс их включит вот в своего улица. То есть, видите, еще не пишет он никакого улица, еще замысла даже нет, но уже его ум, память вот копят все это для того, чтобы все это потом использовать. Если кто-то вот читал улица, то, я уже говорил, напомню, что Оливер Гагарти попадет в эту книгу, но там его будут звать «Бык Маллиган», то есть такое имен ему присвоят. Ну, а чтобы все-таки как-то проиллюстрировать эти песенки, которые сочинял Оливер Гагарти, там это якобы «Бык Маллиган», ну вот, например. «Сперва ее облапил, потом ее огладил, а после взял и вдруг катетер ей приладил, ведь он был просто доктор, веселый парень-дог». То есть вот такое вот стихотворение, песня, и там будут в улесе петь ее. Ну, еще одну приведу. Заслышу ли ругань в переулке, или встречу шлюху на прогулке, как сразу мысль на этом фоне об Эфма Керли-Аткинсоне, что с деревянной ногой, с ним тут же рядышком другой, чья вкус венца не знает глотка, «Моги, лишенные подбородка, у них жениться духу нет, и анонизм – весь их секрет». Это тоже улес, туда это все включил потом Джеймс Джойс. И я тут должен оговориться, я выбираю самые пристойные, там есть куда более разухабистые. Ну, я думаю, достаточно проиллюстрировал, и вот вы более-менее представили, на чем сошлись Джеймс и этот Оливер, и с самого начала молодые люди, молодыми они тогда были, они испытывали друг к другу какое-то вот странное такое чувство. С одной стороны, вроде бы дружба, вроде бы какая-то приязнь, а с другой стороны, чувство соперничества. Ну, оба успели похвалиться, что собираются стать медиками, только один поедет в Оксфорд учиться, а другой вот в Париж, куда, как вы уже успели узнать, я уже успел рассказать, с учебой там у Джеймса не очень получается. Но, тем не менее, он тоже говорит, что будет медиком. И оба они собираются писать стихи, прозу и так далее, всем этим бахвалятся. Но у Гагарти была такая концепция, такой взгляд. То есть оба они понимали и говорили, что Ирландия сегодня это провинция и прочее, прочее. И вот Гагарти ее собирался европеизировать, сделать ее такой вот эллинизированной, от Греции, чтобы это все шло. А вот у Джойса была проблема. Он знал массу языков, а потом еще выучил массу, но не знал древнегреческого. Потом он и его будет изучать и узнает, но на тот момент не знал. И поэтому он собирался Ирландию европеизировать, но без древней Греции, европеизировать на свой Джойсовский лад. И сразу углядел в Гагарти такого веселого предателя Ирландии, поскольку Ирландия, Греция, ну, претила это Джеймсу. А что касается Гагарти, то он тоже составил представление о Джеймсе и представлял его себе вывернутым наизнанку иезуитом. Это его слова, ну, правда, не Джеймсу в глаза он их говорит, но говорит. И он собирается его вернуть к оттическому ликованию, оттическому, опять же, к греческому. Ну, начали-то мы с чего? Что приехал Джеймс на каникулы. Приехал всего вроде на неделю, на восемь дней, но каникулы его затянулись аж на целый месяц. Отец скрипел, ругался, но, тем не менее, Джеймс не уезжал, да просто не на что было уехать, надо было раздобыть денег и на отъезд, чтобы вернуться в Париж. Это раз. А имели место еще и другие события. Ну, я уже сказал, ведь он приехал зачем, чтобы пробить в печать свои стихи. Не очень-то это получалось, но вот перед самым отъездом уже из Дублина, 17 января, а вы помните, приехал-то он 23 декабря, сколько уже времени прошло, так вот 17 января 1903 года Джойс услышал, что приятель отца Ухара был такой, из Irish Times, это ирландская газета, может устроить ему место французского корреспондента газеты. То есть услышал о том, что отец, там, приятель его, в общем, из этой вот газеты может, ну, у всех газет есть представители, корреспонденты в разных странах. Ну, и, естественно, Джеймс возгорелся, то есть приехать в Париж и там не искать каких-то контактов, а быть человеком-представителем ирландской газеты, ну, и писать для нее и прочее. И он направляется, такому был Льюис Хайнд, который работал, был редактором Академии, ну, ладно, я не буду называть все имена, а я хочу вам привести цитату. Наберитесь терпения, она большая, это цитата из книжки, которая так и называлась, Джойс, Алан Кубатиев написал это, «Жизнь замечательных людей» из этой серии, а там просто, ну, замечательно передана ситуация, вот как приходит Джеймс в эту самую газету, к этому самому Хайнду. «Не подойдет мистер Джойс», – сказал он, редактор. «Извините», – сказал Джойс и собрался выйти, как обычно, не обсуждая причин. «Да погодите», – остановил его Хайнд, «я ведь хочу вам помочь, почему бы не выслушать мои пожелания?» «Я подумал», – ответил Джойс, «что мне следует донести до ваших читателей, что я считаю эстетической ценностью книгу, которую вы мне дали». «Верно, этого я и хотел». «Ну так вот», – продолжал Джойс, «я думаю, что у нее нет ни эстетической, ни какой-либо другой ценности, и собрался донести это до ваших читателей». Рассердившийся Хайнд сказал, «Хорошо, мистер Джойс, при таком отношении я вам не смогу помочь. Мне стоит только открыть окно и высунуть голову, как сбежатся сотни рецензентов». «Рецензировать вашу голову?» – поинтересовался Джойс, «Чтобы достойно закончить встречу». Я с умыслом привел этот эпизод, понимаю, что цитата большая, и, надеюсь, у вас хватило терпения ее дослушать, но тут просто блестяще показано. Вот как вел себя Джеймс, вот как он снашался с этими редакторами, издателями и прочих вот этих газет, и то, что получал от ворот-поворот, нечему удивляться. Но у человека был свой взгляд, своё понятие, своя концепция, своё представление о прекрасном, об эстетике. И когда ему дают в руки ужасную книгу, он не собирается криветь душой и писать, что это замечательная книга, что автор ее там постиг какие-то там законы, не знаю, открыл что-то новое, стиль, метод или прочее, прочее. Он прямо говорит, эта книга не несет никакой эстетической ценности. И именно это он и сообщает своим читателям. Ну и, естественно, что редактора газеты это не устраивает, и поэтому Джойс возвращается в Париж полной решимости продолжать эксперимент со своей жизнью. Эксперимент со своей жизнью я произношу вот так, потому что это слова самого Джойса. Когда ринулся в это приключение, оставил свой Дублин, Ирландию, перебрался в Европу, в Париж, он чудесно понимал, что это эксперимент. Но эксперимент, который надо было проделать, и он всё больше и больше задаётся вопросом. Душа. Как в человеке-художнике рождается душа? И вот только когда родится эта душа, только тогда человек может действительно стать художником. Это станет потом темой героя Стивена, станет темой портрета Георгии. Именно тогда возникает у Джеймса этот вопрос, и вот он, повторюсь, отправляется в Париж с целью продолжить эксперимент со своей жизнью, как в человеке-художнике раздается душа. И на этом давайте я остановлюсь, потому что о рождении души явно следует говорить отдельно, специально, и об этом будет моё следующее видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok